Я сейчас аккуратно в общем случае выпишу на R-том промежутке. Что такое R-ный промежуток? Число T не больше, чем R разделить на N, и не меньше, чем R-1 разделить на N. Так вспоминаем, какое неравенство мы писали на этом промежутке. Мы писали, что S больше или равно. Было такое, N на N-1 пополам. Можно я напишу сразу умножить на 2. А что было здесь в числителе? В числителе были такие штуки. Nt-1, Nt-2 и так далее, и так далее. Nt-R-1. Все вспомнили? Здесь вот написаны эти числа 1, 2 и так далее, R-1. А это означает, что все покрыто в R-1 или более слоев. Помните? Равенство A равно 1 означало, что все покрыто хотя бы в один слой. Значит, пишем, что все покрыто в R-1 или более слоев. Хорошо, но с другой стороны, вспоминайте, пожалуйста, что мы при этом отбросим. Ведь здесь у нас это же были какие-то оценки, правильно, да? То, что все на крето в R-1, это поняты или не надо? Да? Отлично. Так, теперь вспоминай, какие там на самом деле были формулы для общего. Вот смотрите, здесь вот написано для пяти. Как такая же формула выглядит для R? С-2 равно чему? Вспоминай. Что такое P? Накрытие в два слоя. А? Накрытие в два слоя. Будет P2 плюс P3 плюс и так далее плюс Pn. Где Pк – это площадь, которая в K или более слоев. Договорились? Коэффициенты. Коэффициенты, коэффициенты, конечно. То-то 2, а то-то коэффициент. n-1. n-1, да? Да? Да. Да, хорошо. Теперь вопрос, а как получается это неравенство? Да очень просто. Мы говорим, что S больше или равно, чем S2 разделить на n-1 пополам, да? А это больше или равно, чем, смотрите, что? Неравенство, чем P2 и так далее плюс Pn, плюс P3 и так далее плюс Pn, плюс P4 и так далее плюс Pn, плюс… И вот таких штук должно быть R минус 1. Замечательно. Значит, смотрите, начинается на двойку, начинается на тройку. Мне нужна R минус первая, R. P3, P3 и так далее плюс Pn. Придет, это, как сказал, очень важный. А все следующие мы что? Отбрасываем. Отбрасываем. А если мы все следующие отбрасываем, значит, все, начиная с R плюс первого равны 0. Значит, вместо или более, надо писать, что не бывает r плюс 1, потому что мы здесь по r плюс 1 отбросили. Значит, задача похожа на те самые альфа-бета. Понимаете? Я могу сейчас уже полностью вот это вот убрать, и я могу просто записать, что вся площадь состоит из этих самых альфа и бета. А именно, есть вот столько число сочетаний из n по r минус 1, это кусочков по альфа. И есть число сочетаний из n по r кусочков по бета. Это те, которые покрыты ровно в r минус 1 слой, а это те, которые покрыты ровно в r слоев. Понятно? И вот эта сумма должна равняться чему? Единица. Единица, потому что это весь кафтан. Хорошо. А чему равна площадь одной нашей? Ну, вверх, она конечно равна t. А во-вторых, когда вы считаете площадь первой заплаты, то вы берете, и, ребята, мы сейчас просто должны решить эту систему линейных правон. Выглядит она достаточно, конечно, страшненько, потому что коэффициент здесь это число сочетаний. Но, с другой стороны, это же соседние число сочетания. Поэтому все не так уж и ужасно. У нас есть n факториал разделить на n минус r минус 1 факториал, так? Плюс 1, точнее. Плюс 1 факториал. И на r минус 1 факториал умножить на альфа. То же самое. n факториал разделить на n минус r факториал и на r факториал бета. Это единица. Теперь пишем здесь n минус 1 факториал. Все нормально. Разделить на n минус r плюс 1 факториал. Потому что не разность как раз какая-то надо, да? И на r минус 2 факториал. То есть только будет альфа. И там n минус 1 факториал. Можно было бы другому это рассказывать. Но, ребят, мне кажется, что для большинства из вас так явно привычнее. Поэтому давайте так и сделаем. Смотрите. Смотрите. Вот у нас есть вот это самое уравнение. Если мы хотим найти, чему равно альфа, что надо реально сделать? Надо приравнять коэффициенты при b. Согласны? Домножить на r, верхнее, но не только. Вообще нижнее. Только нижнее. Секунду. Домножить на r, верхнее, тогда сократится. И там будет r минус 1 факториал. А, можно. И при этом домножить на n, нижнее. Согласны? Да. Отлично, я это сделаю. Поехали. Поехали. n факториал умножить на r, разделить на n минус r плюс 1, да? Умножить на r минус 1 факториал. Это я переписал. Вот это умножить на r. А дальше смотрите. Вот эти у меня уничтожатся, если я буду вычитать. Поэтому я сразу напишу здесь минус. А вот это нижнее умножу на что? На n. Помните? На n. Замечательно. n минус 1 факториал на n, это будет n факториал. Будет здесь альфа. А больше ничего не будет. n минус r плюс 1 факториал. И r минус 2 факториал. Замечательно. И чему же это будет равно? Здесь мы умножали на r, а здесь мы умножали, потом вычитали, на n. r минус r, t. Так. Осталось буквально чуть-чуть. Здесь как? Я здесь числитель и знаменатель умножу на r минус 1. Тогда здесь мы n минус 2 факториал, а r минус 1 факториал. И знаменатель в точности сравняется. У меня получится, смотрите, r альфа, r минус 1 альфа. Что это будет? n факториал альфа останется. n факториал альфа останется. Значит, для числа альфа есть совершенно замечательный ответ. Альфа это r минус n, t разделить на число сочетаний из n по r минус 1. То есть, если расписывать полностью формулой, то альфа это будет вот что такое. r минус n, t умножить на r минус 1 факториал, на n минус r плюс 1 факториал и разделить все это на n факториал. Отлично. Альфа нашли. Теперь надо найти бета. Ну, господа, вот если посмотреть на это, сюда, в первом уравнении, видите, что здесь то же самое, что сочетание, она просто сокращается. Значит, вот эта радость, это просто r минус n, t, согласны? Отлично. А значит, что такое бета? Это альфа. Это надо из единицы вычесть r минус n, t. То есть, будет n, t минус r плюс 1. Разделить на что? Число сочетания. Число сочетания из n по f. Господа, напоминаю, на каком отрезке мы работаем. t меньше или равно, чем r разделить на n, поэтому вот эта штука больше или равна нуля. При этом, t больше или равно, чем r минус 1 делить на n. Значит, эта штука тоже больше или равна нуля. Кстати, вне этого отрезка одна из этих величин будет отрицательной, и поэтому ничего не получится. Замечательно. Осталось мелочи. Осталось понять, какая при этом будет площадь пересечения от двум. Ее мы можем просто посчитать. Что такое, в каком месте первое пересекается со вторым. Давайте подумаем. Если у нас, напоминаю, все покрыто в r минус 11 или в r слою. Где первое пересекается со вторым. Посмотрим. Мы нашли альфа и бета. Вот у нас есть числа. А сейчас соображаем. Чему равна площадь пересечения двух заплат? Там будет сколько-то альфа, сколько-то бета. Надо выбрать r минус 3. Что такое альфа? Это когда в r минус 1 слое. Если мы берем первую и вторую заплату, то осталось выбрать r минус 3 из n минус 2. Потому что первую и вторую уже эффективны. Когда мы берем как в r слоев покрытое, то соответственно нужно выбрать из n минус 2, r минус 2. Как проверяем вот это равенство? Собственно, это последнее, что нужно сделать, чтобы понять, что ответ ровно такой, как мы написали. Очень просто. В двух точках. В точке t равно r разделить на n, и в точке t равно r минус 1 разделить на n. Все легко. Если вот так, то альфа равно нулю. Если так, то бета равно нулю. Во что превращается равенство, когда подставляешь r делить на n? Здесь у нас будет r, r минус 1 минус r минус r пополам. То есть реально будет r на r минус 1 делить на n минус 1. Отлично. А что у нас здесь? Здесь у нас отношение двух чисел сочетаний. Число сочетаний из n минус 2 по r минус 2 и число сочетаний из n по r. Ну, господа, когда вы напишите в факториалах, вы обнаруживаете, что n минус 2 факториал делить на n факториал, это как раз подзаменатель будет n или n минус 1. Когда здесь r факториал перепрыгивает сюда, то получается r делить на r минус 2 факториал, то есть r на r минус 1. А разность вот этих чисел такая же, как видите, они просто эти факториал сокращаются. Отлично. Теперь здесь. Так здесь то же самое. Почему? Потому что когда подставляешь t равно r минус 1 делить на n, то здесь будет r минус 1. r минус 1 в квадрате минус r умножить на r минус 1 пополам. Да? Это что такое? r минус 1 выносится, r минус 1 пополам выносится, остается r минус 2. Замечательно. Значит, получилось, что вот этот вот числитель, это есть r минус 1 умножить на r минус 2 и все пополам. То есть на самом деле правая часть это r минус 1 умножить на r минус 2 разделить на n и на n минус 1. Отлично. Чему равна левая часть? Понятно, чему. Когда вместо t подставляешь вот это число сюда в альфа, то получается просто единица, деленная на число сочетание из n по r минус 1. И значит, мы должны число сочетания из n минус 2 по r минус 3 разделить на число сочетаний из n по r минус 1. Ну, та же самая история. n и r минус 1 проявляются, и r минус 1 и r минус 2 тоже проявляются.